Ну нет, конечно, с историей России параллелей никаких привести мы не можем здесь, потому что нет ничего. Самый большой митинг, насколько мне известно, он собрал около ста тысяч человек. Это был единственный раз, ну и сколько там, несколько часов они простояли, в общем-то, и разошлись там по болотной по этой, в общем-то. Потому что, ну, нет таких серьезных у нас предпосылок, чтобы там полгорода, образно выражаясь, даже не просто полгорода, а две столицы, Стамбул и Анкара, вот, чтобы две столицы встали и в единым маршем пошли там против чего-то протестовать. У нас таких предпосылок просто нет. Поэтому сравнивать и проводить параллели я бы не стал. Но, насколько мне известно, Реджеп Тейпардаган занимает свой пост с 2001 года. Может быть, он как Путин практически, да, то есть на год позже. Вот, может быть, он что-то где-то там перегнул, я не знаю, настолько сильно. Может, зазвездился, я не знаю, что перестал слышать совсем, в общем-то, народ. И я просто понимаю, что когда человек такой долгое время сидит один и управляет всем этим, да, то могут всякие бывать, ну, быть отклонениями. Вот у Редагана, видимо, такие. Я не знаю, что там происходит, часто говоря. Знаю, что, конечно же, как и любым другим вот таким вот кипишем воспользовалась этим, в первую очередь, оппозиция. И стали раскачивать, разумеется. Вот, и до чего они там дораскачиваются, пока, понятное дело, что неизвестно. Вот как там дальше будут развиваться события, мне непонятно. Но, в принципе, я думаю, что это чисто политический вопрос, конечно же.